всем привет с вами снова виктор болит хотел бы на основе этого видео про коражал рассказать вам о своем детстве очень много интересного было видео славный город коржал 2020 с канала омен я его за абонировал маг их вот не очень понравился дауман поставила и здесь есть короткое описание славный во времена ссср город коржал с непростой судьбой если назвать на нажать на эту ссылочку получается коржал и википедия здесь все данные все это описывается итак поехали я родился в 1963 году 14 января зимой на старый новый год в этом городе как как раз в 1963 году коржал сделали городом до этого он был поселком шахтерский такой поселок был значит вот это у нас была площадка так называемая но это уже там аубу с правой стороны здесь отвалы уже подходили очень близко даже площадке даже ближе чем к нам и там водонапорная башня значит вот так мы и жили на вот здесь там видно наш драм-театр там проводились культурные мероприятия всякие пьесы концерты между прочим очень много интересного происходило в коржале давки добрые старые времена когда я был маленький и мы постоянно там там и цирк приезжал и гипнотизеры и кто только не приезжал до все культурные мероприятия я старался посещать потому что это было ну как относительно недорого и и классно было там и кинотеатры был тоже да и вот эта дорога это вела туда в новый город вот здесь у нас разделялся да значит здесь у нас что получается здесь наш старый каража у площадка кончались а там вдали уже был новый город и вот через эту степь мы гуляли туда на автобусе мы не так часто ездили часто вы чаще всего пешком ходили очень здорово так здесь с площадки был такой огромный спуск вот вы видите с правой стороны дорога шла и там классно было на великах гонять как дашь газу с самого верха и до самого низа можно было катиться значит вот здесь были солончаки в основном ничего не росло даже трава не росла толком соль была до раньше как-то здесь где-то даже были солянка такая как лужи в которых мы купались ну а это степь степь и степь там были белые горы синие горы мы туда ходили за тюльпанами всегда после дождя тоже нужно было выходить сразу же в степь потому что там были грибы очень хорошие грибы грибы кстати мы собирали но сразу после дождя нужно было и знать где они росли да можно было ведро собрать запросто но это новый город уже здесь значит футбольное поле и раньше было и сейчас наверное осталось 3 школа фазанка или гпт у как мы все шутили всегда смеялись гпт у называлась в простонародье господь послал тупых учиться на вот такое нехорошее название но все равно приколостое было да значит здесь вот там это гпт у была третья школа а это наша родная седьмая школа сначала мы ходили все во вторую школу в старом каражали все каражальцы а потом ее закрыли переделали в комбинат там готовили потом на водительские права водителей готовили до различных там грузовых и всяких машин кранов нас всех перевели в седьмую школу как раз новая построилась классная школа была и мы ездили на автобусе был нет школьного автобуса школьный автобус да тоже был школьный автобус он собирал нас возле во второй школы и потом мы уже ехали туда в седьмую школу насколько я помню были еще и простые автобусы пешком ходили да по-разному было короче сейчас только я так точно не помню но эти все дома этажки на в которых жили тоже мои одноклассники на сегодня вы знаете в каком они состоянии в разрушенном да как будто война прошла хотя никакой войны в каражале не было вот то что народ очень много уехала скорожала да очень много молодежи молодых семей уехала из каражала оставили этот город потому что не было работы во время перестройки и многие искали уже другие места в нашем бывшем советском союзе куда можно было переехать и нормально работать и зарабатывать деньги вот обратите внимание что количество машин здесь очень очень маленькая вот едет одна машинка несчастная я просто смотрю сейчас как у нас германии тут официально только личных машин 50 миллионов потом еще таких рабочих имеется виду фирменных миллионов 20-30 ну короче все улицы запаркованные да если вы пойдете посмотрите где-нибудь на картинку как в германии у меня на видео то у нас все улицы запаркованы с обоих сторон везде да здесь я смотрю улицы чистые машин нет ну так одно и было в старом каражале и новом городе потому что машину мы люди ждали по несколько лет надо было записываться на очередь и поэтому машины только были самых крутых у начальников а у простых смертных машин как правило не было у моих родителей тоже не было машина у нас просто был мотоцикл это здесь у нас драм театр там у нас дискотеки проводились тоже кинотеатр был насколько я помню а вот башня и возле башни я там жил да он там возле отвалов и мы оттуда естественно я лазил везде там с подростками по всем этим отвалом все мы перелазили у нас там были такие штабы домики мы там картошку жарили и так далее там подобного ну а в школу или новый город мы часто ходили песку пешком вот здесь если от башни идти напрямую да то этот минут двадцать-тридцать наверно со старого каражала не больше поэтому иногда чтобы не париться не ждать автобус гораздо проще было пешком быстренько дойти так что в принципе это было не так далеко там полчаса час прогуляться ну когда человек молодой то это никаких никакого труда не представляет сегодня может быть конечно каражальцы так пешком они ходят а может быть и ходите вы я так до конца там не знаю да говорят транспорт ходит вроде бы все работает но маршрутки все прочие дела это тоже очень дорого поэтому многие ходили пешком молодежь пожилые наверное конечно все что киня потому что это здоровье не позволяло ну что здесь у нас это центральные такие места площадь вот долгоиграющий там с правой стороны так это у нас было кафешка здесь я всегда ел самые классные вещи которые готовились к рожали всякие сдобушки всякие с кремом булочки там пирожки мороженое пирожное здесь тоже по моему что-то было по моему магазин в последнее время сделали там продать какой-то магазин был всякие такие не продовольственные товара как пром товары промышленные товары но это долгоиграющие здесь тоже одноклассники мои жили и в этом доме по моему жила тоже пару семей ну в седьмой школе в основном тоже ребята были с нового города и со старого каражала до нас несколько человек это у нас было значит поликлиника там здесь была молочная кухня мама моя работала всю жизнь там болит не на филипповна может быть помните все каражали с ее она готовила всегда детское питание и вся вот эта молодежь все детки каражала можно сказать получали у нее детское питание причем советском союзе это было бесплатно мамаши молодые мамы приходили туда в эту молочную кухню и каждый день получали всякие творог там йогурт и там всякие молоко там кефир и ну и прочие всякие дела все это было бесплатно да вот так вот здорово было там поликлиника вот с правой стороны была приемная там дальше тюльпан здесь у нас на подъезде а вот она молочная кухня там дальше был еще морг даже морг пару раз я заходил туда когда к мама приходил к маме на молочку тоже я тут везде поликлинику везде все тоже облазил там все везде знал всех врачей всех весь персонал да он там скорая стоит во дворе я смотрю и было очень-очень интересно да то есть в городе вот здесь вот вот этот объект это мне очень знаком потому что вот здесь работала моя мама где-то лет 40 она проработала на очень очень долго и все уважали и знали может быть вы еще помните болит нина филипповна здесь центральная площадь ну вот эту сцену это потом сделали раньше ее не было и вот тут по прямой прямо я в каражал ходил пешком ну не только я мы все вместе да там было у нас спорткомплекс бассейн там мы купались летом ну и на клыче купались потом как-то когда я вот этого всего не было там солянка была солянка да ну такая как лужа где даже и животные купались и мы тоже вместе с ним здесь у нас в драм театре или в как он назывался но в театре короче проводились дискотеки по моему там и в кино мы тоже ходили кинотеатр здесь же был тоже всякие там иногда выставки были и различные мероприятия постоянно что-то интересное было хорошо так что у вас здесь все осталось по-прежнему конечно немножко все изменилось ясно дело что какие-то дома они заброшены какие-то дома отреставрированы что-то новой крыши сделали это очень здорово потому что крыша это самое главное для дома да если нет крыши то все остальное потом пропадает здесь вот вдалеке видно частный сектор там тоже очень много у меня знакомых друзей жила и с ними тоже проводили очень много интересного времени везде да и на бассейне и в центре и на дискотеке то есть среди молодежи я очень многих знал там ну вот сверху видно тюльпан очень хорошо дорогу видно в этот на аэропорт вот эти всякие тропинки дорожки все это мы здесь обходили мы очень много мы весь день считаю что на улице были никогда у нас не было ни интернета ничего естественно весь каража и все что в округе да все мы обходили все вот эти вот здания где моя мама работала поликлиника там морг вот это все все облазили все везде исследовали мы любили да как вот лично я например любил если в какой-то объект где-то что-то строился каражали я обязательно должен был там полазить с пацанами до исследовать как это что там такое строится почему строится как строится зачем строится вот такие вот дела так что вот эти всякие подвалы да вот в этом долгоиграющим других домах а это совсем другая еще история подвалы вы прекрасно знаете что там творилось вообще в каражали в этих подвалах молодежь там проводила время свое и так далее и тому подобное очень много интересного футбольное поле видно сверху потому что здесь видно еще там спорткомплекс крытый крытое здание большое потом бассейн там вдалеке у нас один парень вот в этом бассейне он пришел с армии только три года служил и потом выпили они с ребятами но они были постарше чем мы и они ночью пришли на бассейн днем там была вода а ночью видно чистили бассейн и там такие небольшие вышечки были и он с этой вышки прыгнул и сломал себе шейные позвонки шею да и потом несколько лет он был калекой жил недалеко возле меня сосед в старом каражали вот такая история произошла на этом бассейне то есть человек до потерял свою жизнь потом он все равно умер да потому что ну два-три года где-то мама его ложкой кормила и этот парень потом умер здоровый крепкий хороший парень по глупости вот так вот нырнул в пустой бассейн так что будьте осторожны я не знаю у вас он работает сейчас не работает бассейн но всегда нужно смотреть сколько там воды особенно если ваши гости кто-то приехал в город да не знает состояние воды сколько какая глубина просто так сдуру куда-то нырять да это очень очень опасно и также в карьере там у нас были всякие такие как водохранилище маленькие и там тоже нужно было очень осторожно нырять но в ключе там более-менее нормально было но тоже нужно было знать где можно купаться где лучше купаться где хуже ну вот этот дом его сейчас разобрали уже по запчастям и видно кому-то это нужно может быть как-то используется дальше какие-то материалы берутся да но в целом жизнь идет дальше каражал существует работает потихонечку смотрю карьера уже можно сказать совсем совсем не тот когда я был маленький там все работало все крутилось все вертелось мы лазили по этим отвалом подходили краю карьера и видели как там внизу работали белазы потом экскаваторы бульдозеры и все это было такое маленькое как спичечная коробочка до сверху смотришь и все такое микроскопическая там это все работало работала вдоль вот этих серпантинов и ехали белазы потихонечку выкарабкивались из этой огромной ямы каждый день почти каждый день были взрывы да ну потому что взрывали породу и весь наш старый каражал дрожал от этого как на войне да все дома наш дом тоже важно каждый день так где-то после обеда три-четыре часа или пять вечера сейчас точно не помню на всяком случае такой сначала сирена мощная на весь город мы а потом такой взрыв ну и облака огромного дыма такого до или пыли вот этой там была шахта тоже вот эти всякие здания которые принадлежали шахте там было потом дробилка где-то недалеко потом железная дорога все это дробилось вывозилась в караганду ну здесь в основном добывались коржали насколько знаю железо марганцевые руды да вот и поэтому даже видно по цвету как марганцовка говорят же марганцовка она красная железо но она как желтая она окисляется на 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 воздухе вот получается с левой стороны если вы смотрите там вроде как железо да такое как золотистого цвета а вот тут а справа есть такие как бы вот розового цвета как марганец до железо марганцевые руды так говорили когда я был маленький да так это особо не исследовал этот вопрос ну насколько помню вот говорили железо марганцевые руды очень большие хорошие запасы были а также огромные когда карьеры до огромные карьеры у нас были и даже китайцы как-то во время перестройки что ли или после хотели все это снова перерабатывать ну по моему из этого ничего не получилось насколько я знаю а может быть и что-то перерабатывается ну короче была целая огромная промышленность такая вы видите да тут железная на железные дороги дробилка там была потом вот эти вот шахта мой отец кстати там работал на шахте тоже я туда приезжал часто к нему но там немножко далековато было на автобусе ездил до или через отвалы напрямую можно было пешком тоже идти на шахту и там там был отец у нас недалеко тепло или теплоэлектроцентраль вырабатывали тоже электрическая энергия тепло для города весь старый каражал отапливался отец то есть центральное такое отопление было оттуда шли трубы на на этот на на но но в новый город шли трубы до через наш старый каражал и трубы были такие здоровы в диаметре я не знаю сколько наверно ну может быть так по метру даже или больше подскажите не знаю но мы по этим трубам короче пацаны все мы пешком любили гулять до целые километры можно по ним по этим трубам было идти в новый город можно было прийти до со старого каражала по этим трубам которые вот так по земле были как как этот как магистраль проводились на такие и это все отец шло оттуда теплая вода конечно очень много воды терялось не воды а тепла по дороге это не совсем не выгодно на западе например в каждом доме есть маленькая своя такая котельная установка котел до который вырабатывает тепло для дома горячая вода и тепло и вот это не совсем не выгодно когда какие-то есть огромные теплые энергетические централи да и потом за километры все это надо тянуть в воду она пока дойдет до нового города уже остывала поэтому в домах в основном зимой было тоже холодина толку не было люди обогревались различными электрическими тоже приборами ну вот тут я смотрю уже реку рекультивация идет так аккуратненько все это засыпается подсыпается выравнивается и вот очень здорово потому что наша планета земля это как живой организм а если вот такие язвы по на по нарыть везде да то ничего хорошего от этого не будет сейчас климат меняется все меняется но это по моему там какие-то шахты дробилки и прочие дела вот он там транспортеры идут потом там железные вагоны где-то что-то куда-то это грузится и вывозится в караганду да так вон еще белазы видно ездит кабеца какие-то привозят породу и и дробят какую-то там потом а то что не нужно в отвала идет его таким образом все это сортируется да то есть нужная порода на вагоны и вывозится туда в тимиртау она возилась все раньше в сторону караганды и дальше и там уже вот эти стали плавильные печи перерабатывали все это встали продукцию до стали литейную а все остальное выбрасывала сюда вот в карьеры сейчас все это засыпается потихонечку видите вот со всех сторон они засыпают а раньше такого не было раньше были такие круглые серпантины по всему отвалу по всему карьеру и там белазики такие ездили маленькие а внизу стояли огромные экскаваторы там бульдозеры да а сейчас ни одной живой души здесь нет все только засыпано камнями ну потому что наверное выработки нет уже может быть вот эти жилы кончились они что же определенные у них глубина там на залежи кончились и все и на этом оно все закончилось вот такие мои воспоминания может быть где-то что-то я и перепутал или забыл все же таки с 80 с 81 года я не живу в каражале а это уже больше 40 лет да поэтому где-то что-то мог перепутать или забыть мне понравилось это видео я его поставил пальчик канал называется омин и оттуда значит вся эта информация видео очень хорошо снято качественно спасибо ему этому человеку который это сделал а вам я желаю всего хорошего если будет интересно подпишитесь на мой канал всего доброго с вами был виктор балет пока пока а